Приветствую всех, уважаемые любители трейдинга и инвестиций. Сегодня мы начинаем наш очередной обзор сделок за неделю. Давайте посмотрим на международные рынки, обсудим встречу наших президентов, а также посмотрим, на чем ребята за последнюю неделю могли заработать или потерять на различных активах, которыми они торговали этим летом. Сегодня с вами в эфире, как всегда, Денис Стукалин и наш шеф по дилингу Алексей. Всем привет. Алексей, приветствуем. Дилинговый зал мы слышали, открылся. Надолго ли? Потому что Собянин вроде как против. Мы будем надеяться, что надолго, потому что желание наших клиентов очень высоко и я надеюсь, что все-таки вот эта пандемия, которая уже месяц, а то уже и год бродит по нашей земле, она не будет препятствием для того, чтобы мы могли торговать и в том числе и в дилинге. Потому что все ребята, которые приходят в дилинг, они имеют справки о прививках, поэтому я думаю, что это на дилинг не распространится. Ну, будем рады этому. Что ж, давайте взглянем вместе на международный рынок S&P 500. Мы видим, как исторический максимум пытается он ниже него удержаться, то есть попытались пробить. В принципе, на старших таймфреймах наблюдался ложный пробой. Есть ускоряющиеся тренды. В общем-то, я ребятам говорил, объяснял только формацию, одну из наших пробоев тренда и ускоряющегося. И мы видим, что он прямо на глазах осуществился. Мы даже сделали такую виртуальную сделку на более младших таймфреймах. Зашли где-то по 4,240. Вот уровень стопика я им показал. И, в общем-то, здесь уже было неплохое движение. Где-то 1% вниз. Актив уехал вчера, но сегодня торгуется в нейтральной зоне. В целом, ежедневно я вижу, что весь мир около нуля, то есть 0, целых чисел мало бывает. Вчера были важные события, ФРС, заседания. Вчера в Женеве встречались наши президенты. И это повлияло на рынки. Как мы видим, СНП даже вниз немножко ушел. По нефти мы видим позитив. То есть продолжается движение восходящее. Пробили один уровень и движутся отчаянно ко второму. Если посмотреть на старший таймфрейм, то мы заметим уровень. Вот этот. Это, получается, больше года назад. Апрель. Даже больше, получается, двух лет назад. Апрель 2019 года. А уровень конкретно 75,6. 75,6. Вот до этого уровня я жду нефтянку. Было бы красиво там зафиксировать ложный пробой. И дальше развернуться вниз. Более того, мы видим дивергенцию на старшем таймфрейме по индикатору RSI. Индикатор уже идет вниз. Актив продолжает идти вверх. На мой взгляд, необоснованно. Но, в общем, посмотрим, что произойдет. Нефтянка с ускорением вверх просто летит. Надеюсь, до этого уровня дойдут. И там нам покажут классный разворотный сигнал. Пока, конечно же, в силе информации продолжение тенденции по данному активу, пока он движется вверх. Наш рынок. У нас экспирация произошла 17 июня. Соответственно, по RTS мы видим, как в TradingView. Здесь они резко перешли уже накануне на новый фьючерсный контракт. И, как мы видим, насколько он ниже торгуется и торговался даже изначально, чем текущий контракт. Это так называемая бэквардация, когда ближайший фьючерс торгуется ниже. То есть, ожидания игроков не очень хорошие. В целом, последние месяцы мы наблюдали восходящую тенденцию. Точнее, с апреля. Она дошла достаточно ярко, с ускорениями. И, как говорится, когда пробивается последний ускорившийся тренд, мы вправе рассчитывать на существенную коррекцию в активе. Ну, в общем-то, эта существенная коррекция, как мы видим, и пошла. Здесь нарисовали тоже ложный пробой. Дальше мы видим достаточно существенное движение. В принципе, можно было его ловить так или иначе, потому что после завершения, ну, или во время, или после завершения встречи наших президентов, РТС как бы пошел низ. И там были формации, чтобы отыграть это снижение. Так. USD рубль. Нащупал минимумы. Сейчас тоже на старшем таймфрейме посмотрим, какие тени, да, от уровня 72. Здесь есть небольшая поддержка прошлогодняя, в общем-то, в принципе, одна из наших формаций. Да, Алексей, похоже. Не самый, науше, супер уровень, но в целом сойдет для того, чтобы от него как бы развернуться. Поэтому 72, условие перепродности актива, и, на мой взгляд, вполне дальше обратно можем вернуться в диапазон. Диапазон широкий, 78, 72. Я, если честно, не вижу причин на сильное укрепление рубля. Там до 68, многие говорили, потому что в целом, да, это следующий уровень поддержки. Но пусть пробьют сначала эту. Ну, а наверху у нас 78, как максимум года. В общем-то, я думаю, что в этом диапазоне можем остаться со всеми вытекающими для РТС последствиями. Так что лето, в принципе, у нас в самом разгаре. Уже вторая половина июня пошла. Но, тем не менее, рынок пока еще ходит нормально. В принципе, средняя волатильность также позволяет нашим трейдерам совершать торговые операции. Значит, дальше. Рынок криптовалют на отдельной вкладочке нам демонстрирует, в принципе, одинаковую картинку. Было сильное снижение за последний месяц по всем криптовалютам. Дали прикурить, в общем-то, тем, кто заходил по 60 тысяч долларов по биткоину. Улетели на 30. Ну и что, Алексей, это хороший актив, продается со скидкой 50%. Надо брать. Да, и это граф. Как говорится, надо брать. Надо брать. Вопрос интересный. В принципе, здесь мы на картинке видим консолидации. Вот такие. И вполне возможен пробой ее с уходом на двойное дно. В принципе, хотелось бы дождаться этого события. Но в целом, как мы видим сейчас, по многим криптовалютам, тот же уровень, который был достигнут в результате снижения. Вот так вот, если горизонтальку поставить, по всем это одинаково. Мы находимся сейчас на уровне месячной давности, когда, в общем-то, был пик снижения. И ушли в боковик. Наклон мы такую любим рисовать. И в целом, в этой ситуации могут ее пробить. Я как поступаю? Я немножко взял. То есть, с инвестцелями, я, в принципе, мне нравится то, что действительно активы продаются с дисконтом от хая. Некоторые 50%, некоторые больше. И в целом, на мой взгляд, надо брать. Как в свое время. Покупаем не актив, а скидку на актив. Значит, если уйдут ниже, если уйдут ниже и нарисуют ложный пробой минимума, соответственно, вот этого, вот этого, вот этого, то там будет сигнал еще один. Возьму еще. То есть, в такой какой-то режим. Сейчас переключаюсь. Инвестиционный, ежемесячный. То есть, если, как бы, актив не на том же уровне, а находится ниже, с активного, пассивного дохода ежемесячно на определенную сумму, мне хочется активы эти подбирать, потому что перспективу роста по криптовалютам я вижу. В любой момент они могут в новый виток роста уйти. Поэтому постепенно буду брать, потому что минимум не угадаешь. Не угадаешь. Поэтому, как бы, будьте осторожны, да, на свои деньги, без плечей каких-либо. Потихонечку, на мой взгляд, можно подбирать хорошие активы. Если он будет ниже, допустим, да, опять же, если лаи пробьют, то это будет дисконт еще существенней. То есть, от текущих уровней это еще 50%, наверное. Потому что, ну, прилично, да, здесь у нас по лайткоину 117, условно, сейчас 172. Примерно так. Так, поэтому затрудняюсь, да, высказать конкретно по поводу дальнейшего движения. Но в целом смотрю оптимистично криптовалюты. Нужно подбирать активы по хорошей цене. Если будет еще более выгодное, возьмем еще потихонечку. Так, значит, это не исключает трейдинг, потому что на старших таймфреймах картинка такая. Ну, а на более мелких таймфреймах, конечно же, у нас картинка веселая. Внутри дня, между дней актив ходит. Ходит уж более волатильно точно, чем наш рынок, потому что наш рынок все-таки летом традиционно волатильность теряет. Ну, а здесь есть неплохие уровни, они отрабатываются на мелких таймфреймах. Волатильность, как мы видим, 2, 3, 4, даже 5% часто бывает, даже в летний период, по крипте. Поэтому она хороша для торговли. Торговая система наша на данной криптовалюте и на всех криптовалютах работает прекрасно. Смотрите, какой был ложничек красивый и как ушли сильно буквально с сегодняшним днем. Поэтому тренируемся и по криптовалюте активно ее используем в торгах. Так, дальше едем. Посмотрим на сделочки ребят из мастер-группы. И я так полагаю, что скоро уже будут сделочки из дилингового зала, да, Алексей? Да, обязательно. В наших обзорах, потому что у нас дилинговый зал открылся. В принципе, там практически все мы завершили. Скоро какой-нибудь ролик заделаем по поводу нового зала, как он выглядит, что там интересного. Возможно, возьмем интервью у новых участников. Если нас, как и другие бизнесы, не прикроют в плане ограничений комендантских часов, пандемии и так далее. Значит, здесь что мы видим? Пробитие наклонной при восходящем движении. Но, если честно, не знаю. У меня сделка под сомнением. Да, движуха пошла в итоге под конец торговой сессии. Но, в целом, от момента открытия рынка до момента точки входа, в принципе, я вижу боковик. Как вам так? Согласен. Вот мы с трейдером как раз разбирали эту ситуацию и ему было, так сказать, обращено пристальное внимание, чем он рисковал. Мне больше нравится более размашистая такая наклонная, которая прочерстена, но к ней необходимы еще предварительно сильные движения. Вот тогда мы могли бы эту картинку разыграть немножко по-другому. И вход, соответственно, был бы чуть позже, но более уверенный. Ну вот, трейдер со мной согласился. Рискованно. Да, рискованно, в целом, под вопросом, да, сделка. Не вижу я, да, активного роста, тренда, чтобы торговать продолжение. Но получилось, в два этапа трейдер закрылся даже в три этапа каскадом. Каскад хороший, по каскаду вопросов нет. Так, дальше, видимо, от того же трейдера, судя по настройкам, здесь у нас сделка убыточная по нефти. А здесь, смотрите, все наоборот, да, вроде есть сильное движение. Потом отскочили. В принципе, здесь у меня есть вопросик. Посмотрите, а если бы вот здесь вот как бы линию провести, вот-вот по вот этим хаям, может быть, по вот этому хаю. И здесь мы видим, обратно вернулись, как раз постучались в эти уровни, на мой взгляд. Не ретест ли это часом? Можно, можно было рассмотреть. Очень похоже, да. Здесь так усредненно, ну или две линии можно провести, такую зону. Мы видим, что после пробоя обратно вернулись, потоптали здесь, развернулись плавненько. Можно было попробовать зайти. И эта сделка была бы положительная. Трейдер ее не заметил, не пошел на нее. Но впоследствии на пробой наклонный заходит. И далее актив уже не пошел. Как-то здесь-то странно, да, неявно развернулся. Трейдер вышел по стоп-лоссу. Но сделка и стоп-системная. Так, далее. Здесь, что здесь, Алексей? Мне здесь сделка не совсем понятна тоже. Здесь, в основном, принцип был вот в таком сильном развороте, когда есть некая закономерность. Не знаю, как ее назвать, там, полицейский разворот или, так сказать, не полицейский разворот. Когда актив сильно идет в одну сторону и потом за считанное, так сказать, корокое то же время выкупается. Это, как практика показывает, в преддверии того, что раз пошел сильный выкуп, значит, рынок силен и актив будет расти. Именно это был поставлен расчет. Ну, наклонная достаточно такая условная. Визуально смотрится, может быть, не столь эстетично, как нам хотелось бы, как мы привыкли торговать, скажем так, некие консолидации. Но принцип был заложен именно вот в таком сильном развороте. Именно поэтому здесь трейдер и заходил, и из-за этого, в общем-то, и ставился такой прогноз, что дальше актив пойдет расти. Ну, то есть, что-то в этом роде. Да-да-да, очень часто замечаю такую тенденцию на рынке. Выкуп обратно, переход через некую ватерлинию, да. И после того, как свечка старшего масштаба, получается, меняет свой цвет, она в моменте рисуется нисходящей, потом выкупается, 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 и дальше уходит вверх, оставляя лишь хвост за собой, такая тень. Вот на этот расчет, да, и трейдер, получается, у нас заходит как раз-таки в моменте пересечения. То есть, ну, вот где-то, вот где-то здесь. То есть, ну, идея понятна, да, есть такое, объяснить непросто, да, ну, в общем, примерно так это выглядит. Трейдер, отторговав такие ситуации неоднократно, уже понимает, что, да, здесь тренда-то нету, вот поэтому наклонная такая условная именно для входа, но в целом, основной посыл, да, то, что день, как бы, разворачивается вверх, движение актива разворачивается вверх, и происходит выкуп предыдущего слива. Поэтому, да, непростая сделка, но, в общем-то, трейдер здесь интересно поступил. Так, каскадом все закрыто тоже красиво, остаток без убыток, ясно. Далее, Сбер, здесь у нас, в принципе, удержание горизонтали, ложный пробой, хай, входа нет, значит, здесь, ну, или он не виден, потому что это вчерашний день, да, это старший масштаб, затем на следующий день. Пробитие наклонной, вот это и происходит, закрытие каскадом. Но тоже здесь не знаю насчет наклонной. Здесь похоже на треугольник, конечно, сужение, но выход из треугольника ранний, а наклонной сомнительная она, потому что фактически боковик на рынке. Надо было от разворота торговать, на мой взгляд. Согласен, согласен. Но тут трейдер исходил из того, что наступил уже следующий день, и все определилось именно размером стопа. Да, сделка, не могу сказать, что идеальная. Прогноз был, конечно, на снижение инструмента, но Сбер в последнее время ходит не столь интенсивно, как нам хотелось бы после, так сказать, вот той дивидендной отсечки, которая произошла. У всех в голове металла мысль, ну как же так, если дивидендная отсечка есть, есть разрыв, значит он должен закрыться когда-то. Но Сбер как-то не очень сильно растет, а вот в последнее время показывает разворотные конструкции, и поэтому трейдер исходил не из какого-то сильного оптимизма, поэтому и каскад был выступлен такой достаточно скромный. Ну, соотношение стопа и тейка, мне кажется, неплохое. Так, дальше. Здесь тоже сделка под вопросом. Что не сделки, все под вопросом у меня сегодня, потому что здесь на самом деле больше похоже на горизонтальную линию пробоев. Да, очень близко к горизонтальной линии, соглашусь. Вот такая наклонная. Но в расчет брался предварительно предыдущее снижение, достаточно сильная актива. Мы знаем, сейчас валюта торгуется достаточно спорно, потому что волатильность ее не самая лучшая. Но надо отдать должное, иногда, именно ключевое слово, иногда она технично отрабатывает. На это ставился расчет, и трейдер здесь не испытывал иллюзий, когда заходил в позицию, и реализация пошла не сразу. Не сразу, еле-еле. Ну и потом все развернулось, конечно. Я бы тоже заходил здесь чуть попозже, после ретеста. Согласен. Согласен. Так, дальше. Здесь у нас нефть. Сильное движение. Продолжение движения. И еще раз продолжение. После пробить наклон, и трейдер входит. Здесь все красиво смотрится. Вот так вот в моменте это было. Момент пробоя. Дальше здесь, в принципе, были сомнения по поводу дальнейшего движения. Я бы, если честно, вышел бы. Вот на этой черненькой свечке. Также для меня это удержание хая. Но, в принципе, общая тенденция восходящая. Трейдер вправе и остаться в позиции. То есть, осторожный может выйдет. Кто-то останется в позиции. Дальше до тейка, получается, не дошли. Немного. То есть, прошли центов 15-18. До тейка не дошли. Пришлось выходить по стопу. Актив не пошел. В целом, вход системный. Но, опять же, появились сигналы для того, чтобы можно было выйти. Из позиции, как бы, около нуля. Ну, не идет. На мой взгляд, вот здесь, смотрите, да. Раз не идет. Два не идет. Три. Как бы, рынок нас уговаривает. Не пойду. Не пойду. Выходи. Я обычно таким уговором поддаюсь и не хожу. Хорошо. Со сделкой. Вот. Как-то так. Значит, дальше. РТС. 15-минутный масштаб. Показан здесь выход, как бы, из треугольничка. У нас есть горизонтальный уровень. Его ложный пробой. Первое не пошло. То есть, трейдер зашел в позицию по стопу. Дальше выждал паузу. И когда следующий ложный пробой сформировался, и пробитие вот этой наклонной линии. То есть, такой треугольник зашел в позицию. Здесь вот симпатично. Мне нравится. Да. Красиво. Закрыто тоже по встречной формации ложный пробой. Минимума дня тоже хорошо. И нам трейдер пишет. Ну, в принципе, да. Также выход на удержание минимума текущего дня. Плюс 850 пунктов. Вот здесь качественная сделка. Вопросов у меня по ней нет. А первые сделки, конечно, там, как бы, такие себе. Такие себе. На самом деле, это называется, когда трейдер очень хочется торговать. В летний период. Есть такое. Сигналов нет, а торговать надо. Да. Потому что таких вот сигналов, да, шикарных, в летний период немного. Вообще, летний период торговли на форте я лично практически не веду. Уже несколько лет. Ну, потому что, да, заработать можно, конечно же. Сигналы есть. Просто они там в три раза реже, чем в прайм-тайм. Прайм-тайм, напоминаю, с сентября по май. Основной трейдерский сезон. Там сигналов много. Волатильность сумасшедшая. Вспомните, как бы, эту весну, зиму. Ну, а, соответственно, сейчас, в летний период, как бы, неделю сидеть ради одной сделки. Ну, да, она может принести несколько сот тысяч, но мало. Мало. Вот. Вопрос, да, а что делать тогда? Ну, во-первых, тратить летний период на отдых. Тратить летний период на обучение новым рынкам. Тратить летний период можно на торговлю на криптовалюте. У нее волатильность в разы больше, конечно же, чем на нашем рынке. Здесь мы видим нисходящее движение. Ну, здесь все шикарно. Вообще был ретест. По нему можно было заходить. Пробой наклонный. По нему можно было заходить. Трейдер зашел, но потом без убыток пришлось выйти. И следующий пробой наклонный. Здесь уже отскока такого не было, как в первый раз. Был боковичок. Удержание минимума дня. И дальше уже каскад реализовался. Шикарно. Несмотря на то, что у нас период летний. Но все равно вот такие не бывают. Просто они, опять же, повторюсь, реже бывают, чем обычно. Но в целом, если все время наблюдать, то и можно на этом брать профит. Просто летний период с профит сокращенный. Так скажем. Дальше фьючерс на доллар-рубль. Здесь у нас боковик. Потом это, получается, утренние часы. Да, утренняя сессия дополнительная, как она называется. Потом с 10 утра пошли объемы. Свечки увеличились. Пошло движение. И начали сползать вниз. Дальше отскочили. Пробитие. Опять вроде вниз. Но удержали минимум дня. Пришлось выходить из позиции. Вверх трейдер не стал заходить, как он пишет. Потому что устойчивый нисходящий тренд. Ну, правильно сделал. В принципе, да. Здесь около нуля позиция. Но аккуратный трейдинг. Если не здесь выход, так уж на зеленой свечке точно. Поэтому здесь вопросов нет. Типичный как бы день. На самом деле. Вот я летом тоже сколько не торговал. Зашел. Час там где-нибудь. Ну, здесь быстрее. Обычно час там два подождал. Без убыток вышел. День закончился. И думаешь. Ё-моё. Лучше бы я где-нибудь там на крыше ЦУМа на веранде сидел бы и попивал коктейль какой-нибудь с маракуйей. Нежели торговать весь день в душном там офисе. Не знаю. Не знаю. Ну, каждый решает сам. Может быть, в летний период сократить количество дней торговых. То есть, торговать не пять дней в неделю. А допустим, торговать вторник, средь, четверг. А понедельник, пятница приплюсовать к выходным и отдыхать. Больше. Набираться сил и эмоций на трейдерский сезон. Может так. Так, дальше. Здесь у нас, я так понимаю, золото. И уход резкий вниз. Сильный. На врезке нам показано, что пробили уровень локального экстрема. Дальше отскочили вверх. Ну, и здесь неплохая формация. И, в принципе, она отработала. Да, согласуюсь. Хороший сигнал. Хороший сигнал. Соотношение стопа к тейку вполне. Отлично. Три к одному практически. И закрытие на минимуме. Да, неплохо. То есть, золото, серебро. Такие активы, которые периодически стоят в бакриковичке. Но потом могут сильно куда-то двинуться. И в рамках этого движения можно позицию какую-то открыть. И по системе она отрабатывает. Просто частота и периодичность появления сигналов, качественных на золоте, оно, ну, редкое. Поэтому за ним также можно следить. Но ежедневно там не получится брать хорошее движение. Дальше. Дальше мы видим удержание минимума дня. Здесь получается у нас на Сбербанке 15-минутный масштаб. Для того, чтобы вы увидели, что эта формация четырехдневная. Уровень четырехдневный. Уровень четко отрисован. Ну, они разные тут отрисованы. Все экстремы. И далее мы видим на удержании уровня открыта позиция. Лонг. И далее закрыт каскадом от 100 до 140 пунктов. В принципе, как и положено. При стопе в 40. По-моему, тоже соотношение неплохое. В итоге получилось. В 17 часов. Но здесь классика. То есть уровень между дневный. Его пробили. Попытались пробить. Удержали. Объем вышел. То есть стопы как бы выбили. Снос стопов произошел. И дальше риски разворот. Классика ложного пробоя. Поэтому также это июнь. Середина месяца. Можно торговать. Просто нужно выслеживать. Еще более тщательно торговый сигнал. Так. Что здесь было интересного, Алексей? Ну, вот здесь, по-моему, похожая сделка. У нас такого плана сделка разбиралась. Снижение по доллар-рубль. И наклонная она практически очень близка к горизонтали. Очень близка к горизонтали. Трейдер заходил на пробой наклонной. И то же самое. Но не идет валюта сейчас. Сильных движений очень редко когда бывает. По пальцам можно сочетать за последний, так сказать, месяц. Когда валюта сильно выстрелила. Чтобы сишка ходила там по тысяче, по полторы тысячи пунктов. Но вот сколько дала. Трейдер закрылся. Закрылся неплохо. Но остаток по подтянутому стопу это нормально. На данном слайде мы видим трехминутный масштаб по РТСу. Мы видим сильно нисходящее движение. И дальше пробитие очень четкой наклонной линии. И закрытие по первому тейк профиту. Который рекомендуется брать. Особенно в летний период. Волатильность по всем активам плавно снижается. Но первый тейк всегда на него можно рассчитывать. А вот на тейке там 400, 800, 1200, 1600. Которые мы привыкли брать в зимний, весенний период. На них просто не стоит рассчитывать. И тогда вы тоже будете в плюсе. Значит здесь все четко. Формация простая. И переходим к следующей. Здесь мы видим Газпром. Которым трейдеры продолжают торговать. Здесь красивая врезка. Мы видим между дневный зеркальный уровень. От которого трейдер решил зайти в позицию. В целом здесь и был ложный пробойчик минимума текущего дня. Исходя из ложника трейдер, видимо, долго заображал, что за уровень зеркальный. Рисовал его. Поэтому вход немножко поздноватый. Но в целом сигнал есть. Тем более он появился на между дневным важном уровне. Вход произошел. И далее закрытие позиции. Также по цели. Единственное, конечно, здесь соотношение стопа к цели не очень мне нравится. Потому что, ну стоп непонятно где. То есть он в середине стоит. То он не очень хорошенький. Но это из-за того, что трейдер долго рассматривал между дневный уровень. Что у нас здесь указано. Да, все в принципе так же. И трейдер пишет, что стоп лосс был расчетный. То есть стоял в виде 20 что ли пунктов от точки входа. Так, хорошо. Значит, что дальше? Что за красный дракон здесь? Красно-зеленый. Алексей, расскажите нам. Ну вот есть у нас трейдер, который с нами уже давным-давно. Который торгует не только по нашей торговой системе, но и по своей. И он владеет достаточно искусно всеми этими техниками. Поэтому в данном случае образовался не что иное, как там двойная вершинка-ложный пробой. Который трейдер взял. Закрылся на уровне потенциальной поддержки. Но впоследствии чуть позже образовался еще ложный пробой. В рамках текущего дня. И трейдер набирал позицию, но набирал позже. Позже, это исходя уже из собственной техники. Потому что по нашей торговой системе набирать надо было немножко раньше. Немножко раньше. А так исполнение отлично. И также закрыто на уровне потенциальной поддержки. Поэтому, что можно сказать. Этот трейдер торгует достаточно серьезным объемом. Мы неоднократно это упоминали на нашей мастер-группе. От тысячи контрактов. Понимаете? Поэтому имейте в виду, что это не 5 контрактов, не 10 и даже не 100. Именно поэтому любая возможность разворота рынка, трейдер фиксирует позицию. Это осторожный и аккуратный трейдинг. Красиво. Да, здесь большой объем чувствуется. И в целом хочется заметить, что как в первый раз входил и заходил. На тех же уровнях абсолютно. Опять заходил и выходил. То есть два раза отыграна. Фактически одна и та же ситуация. Так, далее. Здесь, в принципе, от него же. Очень похожая вещь. Но здесь я не вижу особо возможности комментировать. Потому что то же самое, что и было на предыдущем слайде. Тоже уровень хая предыдущего дня. Уровень хая, соответственно, 15 числа. Далее закрытие каскадом. Хорошо отрабатываются горизонтальные уровни. Здесь у нас РТС. Здесь у нас мы видим пробитие наклона после сильного снижения. Но не пошло. Пришлось выходить по стоп-лоссу в моменте. Может быть стопик немножко близко находился. Здесь нужно было думать, куда его поставить. Потому что здесь нет ярко-вырежной петли. Она далеко. А вот здесь все свечки, они так снижаются. В общем, трейдер немножко не повезло. Зацепил его по стопу. Но в целом дальше пошли. Не знаю, дошли бы до тейка. То есть 167-550 вход. Здесь 150 было. Возможно, даже закрылся бы трейдер. Могли бы зацепить. Но в целом мы тоже видим, что волатильности не хватает. То есть не ушли вниз, не провалили сниз. То есть здесь с натягом можно было взять. С натяжкой первую цель. Ну и не забываем про криптовалюту. Здесь, в общем-то, сделка на эфириуме. Сейчас криптовалюта представляет интерес, на мой взгляд, с инвестцелями. Потому что она снизилась от своих high, которые были достигнуты месяц назад. И рост был в течение года. Очень высокий уровень. Рост по восходящей, по экспоненте. И дальше коррекция, которая привела к сильному снижению различных активов более чем в два раза. Сейчас вырисовывается боковик на пробой этого боковичка. В моменте трейдер открывал позицию. И красиво смотрится. То есть те информации, которые мы сейчас видели, также на криптовалюте периодически проявляются, реализовываются. Можно торговать, используя ту же торговую систему, но немного видоизмененную. Потому что все-таки здесь другие скорости движения, другие стопы тейки, другой каскад, другой шаг в каскаде. Есть ряд нюансов по криптовалюте. Но в целом, повторюсь, она очень волатильна. Когда у нас волатильность 3%, криптовалюта ходит по 10-15%. Когда у нас волатильность 1%, криптовалюта ходит 4-5%, как сейчас. Поэтому хороший инструмент, который стоит освоить и пробовать использовать его в те периоды, когда на форсе торговать не получается. Или у вас не собирают тейк-профиты, или волатильность и движение вас не устраивают. Поэтому криптовалюту мы рекомендуем к торговле, к изучению, как дополнительный инструмент, приносящий профит в любое время. Суток, во-первых, потому что она торгуется 24 на 7. Но, во-вторых, в любое время и в любой сезон. Потому что особой сезонности на криптовалюте не замечено. Так, ну и, коли о криптовалюте мы заговорили, хотелось бы пригласить вас на ближайший курс по криптовалюте. Он у нас стартует совсем скоро, а точнее 12 июля. И у нас сейчас действуют особые условия. Скидка 15%. Указано, что она до 17-го числа. Но, так как обзорчик мы записываем чуть позже, продлим эти условия. Специально для наших подписчиков и тех, кто смотрит наши с Алексеем обзоры сделок. Промо-код 888 вводите. И данная скидка за вами сохраняется до 23 июня. Скидка на криптовалютный интенсив. Этот курс разработан лично мной. С 2017 года занимаюсь криптовалютой. Участвовал и в росте 2017 года. Участвовал и в снижении, и в игре на понижение в 2018 году. Трейдерский был 2019 год. И опять ростовой 2020 после коронавирусного кризиса. Опять набирали портфели и расформировали их в начале 2021 года. Сейчас ждем новых уровней. Текущие уровни уже, в принципе, привлекательные. Поэтому начинаем потихонечку брать. Дальше будем добирать случаи, если будут снижения и хорошие уровни достигнуты. Ну и параллельно с инвестициями продолжаем совершать торговые операции на криптовалютах. Криптовалюта очень интересный актив. Очень подвержен новостным всплескам, различным твитам, как и президентов, особенность США, так и господина Маска. И куча других людей, вербальных интервенций влияют на криптовалюту. Как за этим всем следить? Как принимать решения? У нас обсуждается это в разделе трейдинг. Один из дней посвящен ему раздел инвестиции. Как собирать портфель. Портфельные инвестирования здесь интересны. Так как фундаментальный анализ не сделаешь. Можно сделать анализ технический, новостной, статистический. И, соответственно, набрать себе не один, а несколько портфелей. Диверсифицироваться по альткоинам, по основным криптовалютам, по биржевым криптовалютам. И ряд других фишечек можно использовать для достижения результата. Как показала практика, в принципе, трейдинг и инвестиции здесь одинаково хороши. Бывают годы трейдерские, как, в общем-то, возможно и 2021. Потому что мы ушли на минимумы года. Так и инвестиционный подход в бычьи годы, как 17-й год, как 20-й год. Когда все просто растет со страшной силой. Также поговорим про хранение криптовалют. Как спрятать криптовалюту так, чтобы ее не украли. Занятие у нас 6 штук. Вип-версии. Приходите, будет интересно. И как раз-таки вы подготовитесь к началу основного трейдерского сезона. Потому что, в принципе, самый топ и пик на криптовалютах происходит, опять же, начиная с сентября. Но потренироваться и поторговать, и научиться управлять своим капиталом, а также научиться хорошо торговому терминалу, вы можете в эти летние периоды. Что еще делать летом, если не отдыхать или учиться? Работать. Оставим это до трейдерского сезона. Старт у нас 12 июля. Акция действует. Мы ее, как я сказал, продлим для наших зрителей. Промокод 888. И, в общем-то, скидка за вами сохраняется. Есть вип-группа, есть группа стандарт. Смотрите, выбирайте и записывайтесь к нам на данный курс Криптовалютный интенсив. Если вопросы есть, здесь есть на самые популярные ответы. Что ж, ждем вас к нам. Ждем вас к нам и в тилинговый зал, который пока открыт. Ждем вас на Криптовалютный интенсив. И ждем вас на нашем канале для будущих обзоров сделок, которые мы с Алексеем записываем. И планируем дальше записывать, введя туда сделки и по Криптовалютам, по вашим просьбам, а также сделки по рынку США, которые вот-вот у нас также будут появляться в наших обзорчиках с Квика Санкт-Петербургской биржи для начала. Что ж, на этом на сегодня все. Спасибо большое за внимание. Алексей, вам за комментарии. Удачи в дилинговом зале. Держитесь. Не закрывайте двери для нас. Что ж, всем счастливо и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok